Всем привет вы на канале Планета Земля и сегодня мы поговорим о Каспийском море. Что мы знаем о нем? Многие знают, что это самое большое озеро нашей планеты. Так почему тогда море и что из себя оно представляет? И еще много чего интересного таит в себе этот огромный водоем. Давайте разбираться, поехали. Каспийское море является внутренним и расположено на границе Европы и Азии. Каспийское море не имеет связи с океаном, что формально позволяет называть его озером. Однако оно обладает всеми особенностями моря, так как в прошлой геологические эпохи имело связи с океаном. Морем его называют из-за больших размеров, а во-вторых из-за того, что ложе водоема сложено той же земной корой, что и океан. Это значит, что происхождение Каспия океаническое и когда-то давно он был связан с мировым океаном и был настоящим морем. Около 6 миллионов лет назад Каспий стал изолированным бассейном с водным режимом озерного типа. Воды Каспийского моря омывают берега таких стран, как Россия, Азербайджан, Иран, Туркмения и Казахстан. Площадь моря составляет 386 тысяч квадратных километров. Объем воды – 78 тысяч кубических километров. Причем эти значения не постоянны. А почему – мы поговорим об этом в дальнейшем. Каспийское море имеет обширный водосборный бассейн с площадью около 3,5 миллионов квадратных километров. В него впадают 130 рек, но почти все они расположены на севере и западе. А восточный берег вообще не имеет ни одной реки, достигающей моря. И если это не так и кто-то нашел реку на востоке, пишем об этом в комментариях. Крупнейшая река бассейна Каспия – Волга, обеспечивающая около 80% поступающих в море речных вод. Гигантским веером рек, речушек, протоков, каналов впадает Волга в Каспийское море. Дельта покрыта мощными зарослями водной растительности. Поверхностный приток в море также складывается из истока рек Урала, Терека, Сулака, Самура, Куры, Малых Кавказских рек и рек Иранского побережья. В физико-географическом отношении и по характеру подводного рельефа море делится на три части – северную, среднюю и южную. Условная граница между северной и средними частями проходит по линии острова Чечень и мыса Тюбкараган, между средней и южной по линии острова Жилой и мыса Куули. Северная часть моря мелководная, средняя ее глубина 5-6 метров, максимальной глубины до 20, расположена на границе со средней частью моря. Рельеф дна осложнен наличием банок, причем не стеклянных, а это такая часть морского дна, глубина над которой заметно меньше окружающих глубин, также присутствуют отмели и островки. Средняя часть моря представляет собой обособленную котловину. Область максимальных глубин которой – Дербенская впадина, смещена к западному берегу. Средняя глубина этой части моря – 190 метров, наибольшая – 788. Южная часть моря отделена от средней Абширонским порогом, являющимся продолжением Большого Кавказа. Глубины над этим подводным гребнем не превышает 180 метров. Наиболее глубоководная часть – Южно-Каспийская впадина с максимальной для моря глубиной 1025 метров. Расположена восточнее дельты Куры. На дном котловины поднимаются несколько подводных хребтов высотой до 500 метров. Берега Каспийского моря отличаются разнообразием. В северной части моря они довольно сильно изрезаны. Здесь расположены заливы Кизлярский, Аграханский, Мангышлакский и множество мелководных бухт. Заметные полуострова – Аграханский, Бузачи, Тюбкараган, Мангышлак. Крупные острова в северной части моря – это Тюлени и Кулалы. В дельтах рек Волги и Урала береговая линия усложнена множеством островков и проток, часто меняющих свое положение. Средняя часть моря имеет относительно ровную береговую черту. На западном побережье на границе с южной частью моря расположен Абширонский полуостров. К востоку от него выделяются острова Абширонского архипелага, из которых наиболее крупный остров – Жилой. Восточный берег Среднего Каспия более изрезан. Здесь выделяется Казахский залив с бухтой Кендерли и нескольких мысов. Самый крупный залив этого побережья – Караба-Газгол. Южнее Абширонского полуострова располагаются острова Бакинского архипелага. Происхождение этих островов связано с деятельностью подводных грязевых вулканов, лежащих на дне моря. На восточном берегу расположены крупные заливы – Туркменбаши и Туркменский, а вблизи от него – остров Огурчинский. Ну что же, где Каспийское море находится, мы выяснили, но с площадью и объемом так и не разобрались. Почему эти данные всегда разные? Да потому что один из самых ярких феноменов Каспия – периодическая изменчивость его уровня. В 7 веке до нашей эры уровень Каспия был выше уровня Мирового океана, где-то метров на 20, а само море было гораздо больше, чем сейчас. Тогда Каспий имел наивысший уровень за всю историю, после чего он начал падать. В 7 веке уже нашей эры уровень был на 56 метров ниже уровня Мирового океана, затем снова начал повышение. То есть колебания были всегда, но инструментально их начали исследовать менее 200 лет назад. С момента начала инструментальных наблюдений за уровнем моря амплитуду его колебаний составила почти 4 метра от минус 25 в 80-х годах 19 века до минус 29 в 1977. В прошлом столетии уровень Каспийского моря существенно изменялся дважды. В 1929 году он стоял на отметке около минус 26 метров. И поскольку он был близок к этой отметке в течение почти столетия это положение уровня рассматривалось как средне-многолетнее или вековое. Но не тут-то было. В 1930 году уровень стал стремительно снижаться. Уже к 1941 он понизился почти на 2 метра. Это привело к осыханию обширных прибрежных площадей дна. Понижение уровня при небольших его колебаниях продолжалось до 1977 года и достигло отметки в минус 29 метров. То есть уровень занял самое низкое положение за последние 200 лет. В наиболее пологих местах береговой линии вода отступила на десятки километров. На высохших территориях началось интенсивное строительство. О возможности повышения моря даже не задумывались. Но в 1978 году началось вопреки всем прогнозам повышения уровня моря. По состоянию на 1994 год уровень Каспийского моря находится на отметке минус 26 метров. То есть за 16 лет уровень поднялся более чем на 2 метра. Скорость этого поднятия 15 сантиметров в год. Приращение уровня в отдельные годы было выше и в 1991 достигло 40 сантиметров. Непрерывный подъем уровня моря создал угрозу серьезного осложнения экологической ситуации в его бассейне. Затопление побережья Каспия стало социально-экономической катастрофой для населения. Ушли под воду нефтяные скважины, выведены из строя линии электропередач, железные дороги. Положение усугублялось и тем, что во время частых сильных ветров идет нагон волн на берег. Обострилась санитарно-эпидемиологическая обстановка, так как начали выходить из канализационные очистные сооружения. Так продолжалось до 1998 года. С 1998 года подъем уровня Каспийского моря приостановился. А на данный момент специалисты и ученые опять бьют тревогу. Каспий начал мелеть. И так как сейчас информационное поле стало больше, то и о проблеме услышали многие, хотя раньше это было в более ощутимых масштабах. В Каспийском море есть залив Караба-Газгол. Площадь залива — 9,5 тысяч квадратных километров. Средняя глубина — 2 метра. Караба-Газгол сообщался с морем-проливом с единственным в мире морским водопадом. Весной 1980 года пролив перекрыли глухой плотиной. Понятно, что под этим был свой интерес по добыче соли и полезных ископаемых. Специалисты надеялись, что залив Караба-Газгол, отсеченный от Каспия, будет высыхать по крайней мере лет 20. Хотя геологи и химики предупреждали, что он высохнет за 3-4 года. Залив высох за 3, и ветры начали разносить морскую пыль за многие километры и это оказало удар по всему живому миру. В 1984 году поверхностная оропа в заливе полностью высохла, и он превратился в сухое соленое озеро. В 1985 году были построены временные шлюзы на дамбе, и ежегодно в залив начало поступать до двух кубических километров Каспийской воды. Хотя и этого оказалось мало. Лишь в 1992 году Туркменистан ликвидировал дамбу и восстановил сток воды в полном объеме. И это было уже в тот момент, когда в Каспии повышался уровень воды. Так все-таки, почему это происходит? Сегодня среди ученых есть две основные гипотезы — климатическая и геологическая. То есть колебания моря либо зависят от изменений климата, который влияет на водный баланс, либо это реакция на геологические процессы в ложе Каспия — тектонические движения земной коры, накопления донных осадков и сейсмические явления. Большинство, однако, склоняется к климату как определяющему фактору и утверждает, что тектоника сейчас мало влияет на уровень моря. А тектонические изменения дна и берегов незначительны — несколько миллиметров в год. Кроме того, есть, конечно, и антропогенное воздействие — это те явления, которые создает человек. Самый глобальный фактор все-таки — это атмосферная циркуляция — система воздушных течений над земной поверхностью. Множество исследований показывают связь между многолетними колебаниями уровня Каспия и атмосферными процессами не только в бассейне Каспия, но и далеко за его пределами. Известно, что в формировании климата материков большую роль играет и океан. Ученые пришли к выводу, что происходящее в Каспийском море тесно связано с крупномасштабными процессами взаимодействия океана и атмосферы над Северной Атлантикой. То есть в пределах Атлантика европейского сектора Северного полушария происходит глобальное изменение климата, одним из проявлений которых стали и многолетние изменения уровня Каспия. Так, в периоды с 1930 по 1941, а также с 1970 по 1977 годы наблюдалось аномальное развитие процессов антициклонической атмосферной циркуляции. В эти годы уровень моря понижался. Циклонические процессы в 1978 1995 годах привели к значительной увлажненности в пределах бассейна, многоводности Волги и мы уже знаем сколько воды приносит эта река и соответственно к резкому повышению уровня моря. И дальше, пусть и в малой степени, уже вступает в силу человек с плотинами на Волге, которые влияют также на приток воды в Каспийском море. Хотя даже для океана характерны изменения со временем уровня вод. Он то повышается, то отступает. Это как бы океаническое дыхание и каждый вдох или выдох охватывает большие промежутки времени. Рассматривая Каспийское море это выражено сильнее и по сути мы можем только наблюдать на дыхание Каспийского моря и надеяться, что Каспий не будет чихать и кашлять, ведь это быстро скажется на жизни окружающего мира. А мы переходим к климату. Климат средней южной части Каспия умеренный и субтропический. В северной части континентальный. По температуре воздуха все зависит от положения. По причине того, что сам Каспий вытянут вдоль меридиана и располагается в глубине континента, в его климате присутствуют особенности резкой континентальности. Если в зимний период на севере Каспия среднемесячная температура воздуха минус восемь минус десять, то в южной части температура положительная до десяти тепла. В летний период температура воздуха с севера на юг сравнительно выравнивается. На севере 24-25, на юге 26-27. Приходим к выводу, что море в основном теплое и летом можно спокойно покупаться. Но не стоит забывать о ветрах. Это самый характерный для Каспия и его окрестностей — гидрометеорологический фактор. Вторыми по частоте повтора являются ветры восточного направления. На Каспии больше всех наблюдаются ветры на Абширонском полуострове и территориях Махачкала-Дербент. Средние и сильные ветры обычно наблюдаются в осенние и зимние месяцы. Абширону характерны северные ветры, больше известные как Хазри. Хазри — это холодный северный Каспийский морской ветер, который в течение года дует через Абширонский полуостров, особенно вблизи Баку. А где ветер — там и волны. Каспийское море находится в постоянной динамической деятельности. В течение года на Каспии 250 дней дуют средние сильные ветры, образующие поверхностные волны различной длины и высоты. За период с ноября по март наблюдать шестибальные волны — обычное дело. Самые сильные волны высотой до 10 метров наблюдаются на Среднем Каспии, Абширонском полуострове и около Махачкалы. Сравнительно спокойным считается период с мая до августа. Каспийское море не очень соленое, и причиной тому в основном река Волга. Поэтому Северный Каспий воспринимается как типичный пресноводный морской бассейн. Однако к югу соленость начинает резко возрастать, и всего на расстоянии в 100 километров она составляет 10 промилле. Среднегодовая оценка солености моря в западной части равна 12, в восточной части — 13. В некоторых случаях на юго-востоке соленость достигает 13,5. А вот на заливе Караба-Газгол свыше 300 промилле. Соленость моря меняется в зависимости от сезона. Так зимой соленость Каспия повышается, летом сравнительно падает. Причиной тому — замерзание зимой Волги, опресняющей Каспий, и уменьшение ее вод. Воды Каспия находятся в постоянном динамическом обмене. Если взять в целом движение вод, напоминает циклон, действующий против часовой стрелки. На Северном Каспии потоки в основном создают Волга, и они южного направления. Главной причиной возникновения потоков на море является ветер. То есть здесь потоки носят характер дрейфа. Еще зимой воды Каспийского моря замерзают. В условиях обычного климата море начинает замерзать в середине ноября. И это только на севере Каспия. А в годы холодной зимы наблюдалось замерзание берегов Абширона. За последние 70 лет раз в 6 на Абширонском полуострове наблюдалось замерзание дрейфа льдов. Льды льдами, весной растают. А что у нас флора и фауна? И начнем мы с флоры. Растительный мир Каспийского моря состоит из 728 видов. В ней отсутствуют многие группы водорослей, свойственные морям с нормальной соленостью. Так, в Средиземном и Черном морях преобладают красные водоросли, а в Каспийском диатомовые, зеленые и сине-зеленые. Остальные типы водорослей представляют значительно меньшим числом видов. В Каспийском море обитает 1809 видов и подвидов животных. Это инфузории, корненожки, фораминиферы, губки, медузы, черви, пиявки, различные ракообразные. В Каспийском море богато представлено видовое разнообразие моллюсков. Их здесь обнаружено до 180 видов. В Каспийском море обитает 415 видов позвоночных животных, представленных рыбами, присмыкающимися птицами и млекопитающими. Причем большая часть это птицы. Пеликаны, бакланы, фламинго, лебеди, гуси, савки, султанки, из рыб тюлька, бычки, кефаль, судак, лещ, лосось, нельма, сом, карп, чихонь, щука, камбала, карась, окунь и многие другие. С млекопитающими очень скромно. Помимо человека на берегах Каспийского моря обитает Каспийский тюлень и он является эндемиком. Наличие тюленя в изолированном водоеме до сих пор относится к числу загадок. Предполагается проникновение его из Северного Ледовитого океана по системе рек и озер в ледниковую эпоху. Да и с численностью нерпы совсем беда. В начале 20 века численность составляла порядка миллиона особей, а в наше время не более 10 тысяч. Кроме небольшого количества тюленей в водах Каспийского моря находится мировой генофонд осетровых, добыча которых до недавнего времени составляла 90 процентов их общего мирового улова и опять-таки умудрились довести их практически до полного исчезновения. Хотя некоторые из людей одумались и объявили запрет на вылов. Но этого мало. Загрязнение моря также является огромной проблемой. Более 150 лет на шельфе Каспийского моря добывается нефть. Потери нефти и продуктов ее переработки при добыче, транспортировке и использовании достигают 2 процентов от общего объема. Основные источники поступления загрязняющих веществ, в том числе и нефтепродуктов в Каспийское море — это вынос с речным стоком сброс неочищенных промышленных и сельскохозяйственных стоков, коммунально-бытовых сточных вод городов и поселков, расположенных на побережье, судоходство, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, расположенных на дне моря, транспортировка нефти морским путем. Места поступления загрязняющих веществ речным стоком на 90 процентов сосредоточены в Северном Каспии. Промышленные стоки приурочены в основном к району Абширонского полуострова, а повышенное нефтяное загрязнение Южного Каспия связано с нефтедобычей и нефтеразведочным бурением. И настоящее будущее море зависит, конечно же, от стран, расположенных по берегам. И если эти страны будут совместно рационально использовать природные ресурсы, проведут работу по увеличению численности растений и животных, природоохранные мероприятия, то в таком случае Каспий будет жить. В настоящее время некоторые страны уделяют внимание развитию Каспийского региона. Действуют различные экологические программы по изучению и улучшению экологии Каспии. Их цель — сохранить Каспий для потомков, этот самый крупный в мире внутриконтинентальный водоем. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.